Now, just a little bit of grammar. We'll speak about complex sentences. Предложение sentence – это сочетание слов, выражающие законченную мысль. E-mail is gradually replacing snail mail. Электронная почта постепенно заменяет обычную почту. По составу предложения бывают простыми, simple и сложными. Простые предложения можно разделить на распространенные и нераспространенные. Сложные предложения делятся на сложно сочиненные – compound sentences и сложно подчиненные – complex sentences. Сложно сочиненное предложение имеет в своем составе два и более равноправных простых предложений – clauses. Эти предложения равноправны по смыслу и связаны с сочинительными союзами. Сложно подчиненное предложение состоит из главного – the principle or main clause – и одного или нескольких предаточных предложений – subordinate clauses, поясняющих, поясняющих главное предложение. Предаточные предложения выполняют роль различных членов предложения, а именно подлежащего – subject, именной части сказуемого – predicative, дополнение – object, определение – attributive и обстоятельства – attribual. Предаточные предложения подлежащие – subject, clauses, отвечают на вопрос who, кто, what, что и присоединяются к главному предложению при помощи союзов that, whether, if или союзных слов. Who, whose, what, which, when, where, how, why. What he said at the sitting of the court is very important. То, что он сказал на судебном заседании, очень важно. How he made a mistake is not clear to us. Как он допустил ошибку, нам непонятно. Нам непонятно, что, как он допустил ошибку. Предаточные предложения сказуемые – predicative clauses – вводятся теми же союзами и союзными словами, что и предаточные предложения подлежащие. This is what he has done by six o'clock. Вот что он сделал к шести часам. Предаточные дополнительные предложения – object clauses – отвечают на вопрос what, что, whom, кого, for what, за что и присоединяются к главному предложению союзами that, whether, if, who, which, where, how, why. She said that she had caught a cold. Она сказала, что простудилась. I don't know where the contradiction lies. Я не знаю, где лежит противоречие. She smiled at what I said. Она улыбнулась тому, что я сказал. Предаточные определительные предложения – attributive clauses – отвечают на вопрос what, какой, which, какой, который и вводятся в сложное предложение союзными словами who, whose, which, that и наречиями where, why. I know the girl, who has won the first prize. Я знаю девушку, которая завоевала первый приз. Do you know why he was late? Ты знаешь, почему он опоздал? Here is the gadget that, which we have spoken about. Эти предложения могут соединяться с главным предложением – бессоюзно. Предаточные обстоятельственные предложения. Adverbial clauses делятся на обстоятельственные предложения места, времени, образа действия, причины, цели, следствия, условия, сравнения и обстоятельственные уступительные предложения. Adverbial clauses of place отвечают на вопросы where, где, куда, from where, откуда. They came up to the place, where the famous Russian poet Lermontov was killed. Они подошли к тому месту, где был убит известный русский поэт Лермонтов. Adverbial clauses of time отвечают на вопросы when, когда, how long, как долго, since when, с каких пор, till what time, till when, до каких пор. I haven't seen her, since she left school. Я не видел ее с тех пор, как она закончила школу. He stayed there till she got back. Он стоял там, пока она не вернулась. Обстоятельственные предложения образа действия clauses of manner отвечают на вопрос how, как, каким образом, и вводятся союзами as, как, as if, as though, как будто, как если бы. He looked at me as if he saw me for the first time. Он посмотрел на меня так, как будто он видел меня в первый раз. Предаточные предложения причины. Clauses of reason. Предаточные предложения причины присоединяются к главному при помощи союзов. Because, as, since, for и передают причину действия. Предложения с союзом because обычно стоят в конце, что указывает на самую важную часть предложения – причину. Я ездил в Испанию прошлым летом, потому что хотел солнечного света каждый день моего отпуска. As и since обычно употребляются в начале предложения, когда причина уже хорошо известна, а потому менее важна. Так как Кэрри хотела попрактиковаться в разговорном английском, она познакомилась с несколькими англоговорящими. Однако они могут стоять и после главного предложения. Союз for никогда не используется в начале предложения. Он всегда идет после запятой в письменной речи или паузы в устной речи. Это своего рода мысль вдогонку. Я решил прекратить работу, которую делал, потому что было очень поздно и я хотел лечь спать. Продолжение следует... To practice the rule, use webbook and students' book. Thank you for your attention. Goodbye.